Фотография в круглом шаре находится. Вот здесь видно. Вам придется попятиться, чтобы в лесу вошло. И сюда не наклоняйтесь больше. Так, подальше ищите. Вот видите, как перед вами меня видать? Во. Близко. До губ у вас отрезано вниз, не видно. Отшатнитесь туда дальше. Во. Ну ладно, так вот. Еще. У меня просто на коленках стоит компьютер. Я его тогда не удержу, если я дальше... Ну ладно, ладно, ладно. Все нормально. Я дальше не смогу. Так, у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Хорошо, нормально. Не против? Скажите не против. Я не против, не против. Хорошо, я слушаю. Давайте, говорите. Вот у меня вопрос такой. Значит, любит ли бог дьявола? Как? Повторите. Любит ли бог дьявола? Бог дьявола любит, да? Да. Никак нет. Ненавидит его. Что? Ненавидит. А сказано же, любимый ангел был. Ну был, да всплыл. Почему и говорится, что Господь придет и поразит его и бросит в огонь вечный. 12 глава апокалипсиса об этом говорит. И Господь говорит, князь мира сего осужден. Он осужден. Все. Ну понятно, но тогда получается сначала любил, а потом любовь прекратилась. Так получается? Или как? Кого он любил, того-то нет. Вот муж живет с женой. И потом узнает, что ребенок, который родился, не от него, а от другого. И она там еще с тремя мужиками встречается. Он будет ее любить? Или день свадьбы такой же был? Нет. Ну так ясно. Вот так это. Он был осеняющий херувим. Об этом написано 14 глава Исаии, 28 языки Иля. Подробно. Ну он отступил, одну третью часть ангелов соблазнил. Он хотел захватить власть. По нему престол мой. Сяду в сонми богов. Кого он богами имел в виду, ангелов или кого? Это понятно. Вопрос не в этом. Сказано, что любовь никогда не перестает. Она не перестает никак. В этом и есть любовь. Значит, если Бог любил дьявола раньше, он любит его очень часто. Это и есть по любви его, чтобы больше не нагрешил. Когда случился потоп, Иоанн Златоун заказывает, это очень легко говорит. Это любовь Божия. Содом и Гоморру Господь уничтожил. Это по любви. Чтобы дальше не распространялась зараза. Так получается, Бог любит дьявола сейчас? Любовь в другом виде говорится о том, что он его наказывает. И в этом любовь. Поставить ему преграды. Бог дьявола все-таки любит, получается. Мне не даже это слово говорить. Я вам разъясняю слово любовь. По-человечески, если кто-то убивает, то любовью не назовешь. А у Бога по-другому. И мы должны пользоваться словами разумно. Нигде не написано, что Господь любит дьявола. Нету. Но то, что с ним было и Господь сбросил, это по любви. Не, ну сказано же, он был любимый Херувим, а любовь не может перестать. Значит, если он был любимый Херувим, любовь не перестает, значит, он и сейчас таким же остается. Вам зачем это все нужно? Такую казуистику наматывать. Зачем? Вы объявите пост, дня три не ешьте, и у вас вся эта дурь из головы вылетит. Никто этого никогда не говорил. Ни один святой отец не говорил, ни Библия, слово любовь по отношению к сатане не говорит. А вы любому же четвертый раз опять разворачиваете и туда. Это от сатаны. Он вам в рот залез уже. Доигрались. Но сказано же любить врагов. Я вам сказал, все уже, шестой раз за ворот делайте. Это не должно быть даже. Разговор об этом не надо говорить. Заметьте, как настойчиво он вас выкручивает. Это означает, что он лжец и отец лжи. Евангелие от Яна 8.44. Всякая ложь от дьявола. И в этом ответ все. Вы эту тему закройте. Закройте в посте и молитве. То он вас с ума сведет и в дурдоме день закончите. Зачем же это вы так? А вот он тогда так, а теперь так. Любовь не перестанет. Да какое? Куда любовь не перестанет? Речь идет о людях. Любовь не перестает. О Боге даже такое не говорится, как в нашем понимании это. У Бога все по-другому. У него нет вчера, нет завтра. У Бога все сегодня. Мы говорим о пространстве и времени. У Бога нет ни того, ни другого. Говорят, а Бог всемогущий. Как понимать всемогущие? Он многое не может. Он не может простить грешника ни одного за так просто. Взять и простить. Господь умер за грехи людей. Она не за грехи дьявола. И поэтому там никакой любви нету. Но сам акт, то, что он его оттуда сбросил. Считаем 2.14 послания к евреям. И как дети причастны плоти и крови, то есть мы, то и он воспринял оные, а Девы Марии, Духа Святого, добыть смертью своей, лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, смертью и смерть попрал. Вот это мы можем смело сказать. Он его разбил. А почему сатана так против был? Потому что он не знал, как это будет. Есть такое мнение, что праведников на небе будет столько, сколько палангелов, чтобы занять все жилища, в которых они были. И это имеет под собой основание. Равное число людей, когда войдет туда. Если это так, то тогда все становится на место. Господь сотворил мир, и он его сохраняет. А дьявола, если почему он его не связал? Он говорит, если прежде чем не свяжут, то сегодня он связанный даже. Связанный, а как? А как бы расхитил сосуды, когда Господь спустился в преисподние? Как бы он их вывел оттуда? Вот об этом так и говорит апостол Матфея. Кто может расхитить сосуды, если прежде не свяжет сильного? А сильный это дьявол называется. Любовь к врагам, это к дьяволу относится? Да. Слово дьявол означает клеветник в переводе с греческого языка дьяволос. Ну да. Но я имею в виду другое. Любовь к врагам. Вот Иисус говорит, любите врагов. Это да, про него не говорится нигде. Бог есть любовь. И в этом отвержении Божья любовь. Люди умирают, это любовь. Представьте себе, чтобы смерти не было. У меня бы сейчас бабушка, прабабушка, прадедушки, все бы были живые и лежали гнили. Жизнь-то бы закончилась. Смерть это благо, говорит Иоанн Златоуст. Ну вот любить врагов относится к дьяволу? Не, конечно, нет. Там говорится о людях, которых кровь проливает, а у них и крови нет. Любите врагов ваших, которые против нас что-то делали. А как его любить? Свидетельствуй о Боге ему. Не мсти. Где-то он нуждается, если можно, помоги. Тогда получается, Бог любит грешников тоже, получается. Кающегося, добавляйте слово, кающегося. А грешника, грешащего, ненавидит. Ненавижу вас, об этом прямо говорит Слово Божие. Я устал миловать, говорит Господь. Устал миловать. Так Римлянам 5.8 же сказано, Бог свою любовь доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. То есть он умер не за праведников, а за грешников. Умер за грешников, но он знал, что будет покаяние. От Адама до последнего человека. Эта жертва принесена. Да, но он же умер еще из-за тех грешников, которые не раскаются. Да ни один человек еще не раскаялся. И когда кричали, садись к кресту, и мы поверим, золотой возгод откричал дьявол через их глотку. Дьявол в людей зарез и кричал. Потому что возмездие за грех смерть. А у Христа смерть наступает, а греха нету. И дьявол понял, что он скован. Возмездие за грех смерть. Он ошибся. И ошибся очень крупно. Ну да. Я о том, что Христос же умер за тех грешников, которые не раскаялись. Он же за них тоже умер по любви. За весь грех мира. 1,29 евангелитяна, считайте. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мира. Про дьявола не говорится. Лечь идет о людях. Чтобы верующие в него имели жизнь вечную. Про дьявола не говорится. Он осужден. Осужден. Приговор уже вынесен. Все. Ему покаяния нету. Ни один демон, ни один... Черт не может раскаяться. Да. Я о людях говорю, что... Ну, о людях, значит, Господь знал. Это мы говорим, а он еще не покаялся. У Бога все в одном дне. Якова я возлюбил, а Исава возненавидел, когда они еще даже не родились. В утробе матери. Он знал поведение каждого. А раз знал, поэтому по его поступкам так и пошло. Ему все это... Он должен быть таким. Не, ну я понял. Ну, я вот о чем говорю, что Христос же умер за тех людей, которые и не раскаялись. Он за них тоже умер. Значит, он их тоже любит и не раскаялся. Да если бы сто тысяч у галактик было, и на всех было бы по миллиону, по миллиону, миллиардам людей, грешников, и хватило бы жертвы Христа на всех. Да, 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 я не спорю. Я не об этом. Я говорю о том, что Христос любит и грешников нераскаянных тоже. Вот в чем дело. Он же за них тоже умер. Если бы он их не любил, он не умер бы за них. А любовь не может прекратиться. То есть, любовь... Христос говорит ненавижу. Мы не можем слово ненавижу переделать в любовь. Он сказал ненавижу. И что людей ожидает за это? Четко и определенно говорили пророки. Говорили апостолы. Нам нужно только согласиться. А то как сектанты, это баптисты. Вроде бы грех где-то отдельно, какая-то медуза. Грех ненавидит, а грешника любит. Ну, вообще так и получается. Не получается никак. Никак не получается. Он говорит им, отойдите проклятый в огонь вечный. Я никогда не знал вас. Никогда не знал вас. Это уже окончательный приговор. Зачем мы будем лепить, что не следует? Отойдите, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу. Огонь дьяволу уготовлен. А вы избрали эту участь. Сегодня люди что делают? За время перестройки только 120 миллионов абортов в Российской Федерации. Где эти люди будут? Какой обман совершается? Революция еще принесла. Друг друга сжирали и все. Никакого оправдания не было ничего подряд. Мы знаем, что Путин полковник КГБ. Это та организация, которая мучила. Ему там какие-то архимандриты показывают на Бутово. Вот здесь ночью арестовали 117 священников. Привезли, расстреляли. И он ходит и говорит, да что же это такое? Да как же так? Он даже, он из этой системы и-то охает. Да не может быть. Ему показывают имена какие-то. Никто не допрашивал ничего. Взяли, расстреляли и все. Они друг друга пожирали. За время только этой перестройки, которая сегодня идет. Сколько людей умерло? Я гляжу, что-то у вас вот так непрерывные глаза бегают. Вы что, перед собой видите или что? Или болезнь у вас такая? Я смотрю за этим самым, смотрю. Да вы смотрите на одно место. Глазами не надо. Это преступники так делают. У них глаза бегают по каждому углу, чтобы что-то своровать. Я смотрю за этим самым, чтобы изображение не пропадало. Да никуда оно не денется. Изображение у вас так и не вошло. Вы лбом не вошли и подбородком не вошли. Ты эти мысли свои бросьте о том, как Бог любит грешника. Это за время, когда еще он умер, некоторые люди еще не знали Бога. Он любит того, который покаялся. Любит грешника, кающегося. А нераскаянного? А нераскаянного ненавидит душа моя, говорит Господь. Участь ваше в озере огненном. А зачем тогда он умер за них? За то. Для кающихся. Ну, а за не кающихся? Ну, хорошо. Вот он зашел и говорит, как друг, ты как пошел в небрачной одежде? И он не мог отвечать, говорит, свяжите по рукам и ногам и бросьте в огонь вечный. Вы что, не считали никогда это? Считали или нет? Такого не помню. Ну, не помните, это не говорит, что этого нету. Брачный пир. Все оделись, а он раздетый. В небрачной одежде. И все кончилось. Ну, дофан, а верон и корей. А они что там сделали? Никого не убивали, ничего. Только не хотели под властью Моисея быть. И Моисей сказал, отойдите от них. Жены, дети, шатры, скотина. Все провалилось живьем в преисподнюю. Моисей этого не мог сделать. Это Бог сделал. А на них сапиры продали. Продали имение, которое, говорит, за столько продали. Да, за столько обманули. Он умер, а жена умерла. Говорит, Петр убил их. Это кто сделал? Ну, Бог, а кто еще? Ну, конечно, Бог сделал. Петр с места не шевелился. Так любит Господь или нет, она не сапиры. Дофана, верона, корей живьем в преисподнюю отправил. Любит? Так если не любит, зачем он их создал тогда? Все, видите, как вас сатана мучает. Тогда бы он не создавал. Все. А вот потому что вы сразу допустили его. Не в посте были, не в молитве. И поэтому он вами руководит, как хочет. Нет, ну создавать картину, которую ты сам не любишь. Не надо. Тоже никто не будет. Не надо. Видите, вы уже бесстрашен, начинаете говорить то, что вопреки вас пойдет. Никогда. Никогда. На это нельзя идти. Вот я вам сказал, да. На этом конец. Умер за грех мира. Умер. Умер и воскрес. А другим говорит, отойдите, проклятые, в огонь вечный. Я никогда не знал вас. Как же вы не знали это? Вам надо снова читать. Сейчас я вам скажу, где. Вы прочитаете. Умер. Умер.